Музыка Причина устанавливается. В Балхыше сгорела дача. По прибытию к месту пожара было установлено горение на общей площади 30 квадратных метров дачного домика номер 58. Поспешили на свет. 25 недоношенных детей выходили в центральные больницы города. На общую стабилизацию для нас даже 30 минут это очень слишком много. Одобрили. Почти 4 тысячи балхашцев получат выплаты по возмещению коммунальных расходов. Также просим отправлять заявление. Например, если по WhatsApp отправили, только по WhatsApp не дублировать на электронную почту. В Балхаше сгорела дача. Пожар случился в районе второй водоколонки ночью. Сообщение на пульт спасателей поступило примерно в 23.00. Специалисты прибыли на место спустя 15 минут. Из-за порывов ветра пожар перекинулся и на соседнюю дачу. В ликвидации огня было задействовано 2 единицы спецтехники и 7 огнеборцев. Пожар устранили примерно за 1 час. Жертв и пострадавших нет. Точные причины возгорания устанавливаются. По прибытию к месту пожара было установлено горение на общей площади 30 квадратных метров дачного домика номер 58. То есть полностью. В связи с имеющимися порывами ветра был переход на соседнюю дачу номер 57. Происходило горение на общей площади 15 квадратных метров деревянной обрешетки крыши. То есть это деревянные конструкции крыши 15 погонных метров забора, который находился между двумя дачами. Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности. В связи с этим рекомендуют соблюдать меры безопасности. Не пребывать долгое время на солнце, особенно людям со слабым здоровьем. Не разводить костры в ветреную жаркую погоду. Не бросать непотушенные спички, огурки. Не разжигать костры, мангалы. Не загрязнять и засорять места отдыха. По данным РГП КАЗ Гидромет на территории Карагандинской области на 10 июня объявляется штормовое предупреждение. Непосредственно по городу Балхашу это у нас повышение температуры до 34 градусов. В связи с чем складывается высокая чрезмерная пожарная опасность. Заместитель Акима Карагандинской области Абзал Нукенов побывал в Балхаше с рабочей поездкой. Он приехал проверить, как проходят в городе ремонтные работы по программе «Дорожная карта занятости». Первым делом заместитель Акима посетил городской краеведческий музей. Там работы выполнены на 30%. Планируется укладка асфальта и 1400 квадратных метров в площадке. В этом году на благоустройство территории хранилища выделено больше 27 миллионов тенге. Вот утеплитель здесь будет между тридцами. А, он вот такой. Да, у нас был без утеплителя. И вот здесь утеплитель, это больше утеплитель, это брусчатка, да. И цветники будут. Вторым пунктом стал будущий центр поддержки семьи «Шанрак». Новые помещения приюта для женщин отремонтировали за счет спонсоров. Корпоративный фонд «Конрад» от организации «Сары Казна» и медная компания «Конрад» потратили больше 30 миллионов тенге, чтобы оборудовать современный кризисный центр. Это седьмой проект, в котором участвуют спонсоры в рамках программы «Рухани Жангару». После открытия здесь будут оказывать помощь женщинам и детям в трудной жизненной ситуации. Ежегодно центр сможет принимать до 70 человек. Так и главное работать. Это называется как раз таки социальная сотрудничество. Почти 4 тысячи балхажцев получили одобрение на выплаты по возмещению коммунальных расходов. По 15 тысяч тенге отправляют на лицевые счета горожан за апрель. Сейчас обрабатывают заявки за май. Все вопросы принимаются только по телефону 46352, либо по мессенджеру WhatsApp. Также по этим телефонам можно узнать статус заявки. Уважаемые балхажцы, просим вас поактивнее отправлять заявление, сообщать знакомым, если имеются категории, которые еще не сдали. Также просим отправлять заявление, например, если по WhatsApp отправили, только по WhatsApp не дублировать на электронную почту и наручную не приносить, потому что это усложняет нам работу. Почти 2 тысячи балхажцев, которые могут рассчитывать на компенсацию, все еще не подали заявки. Их ждут в отделе ЖКХ. Напомним, рассчитывать на 15 тысяч тенге могут инвалиды, либо их близкие родственники, на которых оформлено жилье. В этой же категории семьи, которые воспитывают особенных детей. Многодетные – родственники погибших при исполнении. 25 недоношенных детей выходили в Балхаше в отделе неонтологии с начала этого года. Самый маленький ребенок весил 680 грамм. Журналисты «Оркинмедиа» узнали, как врачи спасают самых маленьких пациентов. На руках у неонатолога Роан Жангабулов и мальчик, который родился всего несколько минут назад. Килограммового малыша за 20 секунд должны подключить к дыхательному аппарату. Еще 20 минут – на реанимацию. Опытный врач справляется вдвое быстрее. Его надо за 20 секунд интубировать. За 20 минут должны мы помощь оказать. Максимум 20 минут нам дает. Это максимум. А так мы это все делаем за 10 минут. В палате инстинкт-терапии – это и есть реанимация на вороженных. Нельзя сказать, что сейчас ребенок стабильный за 5 минут, но у него состояние может ухудшиться. Поэтому мы должны быть бдительными. Быстро у нас не только я, а мы все такие, медсестры такие. Еще одна торопышка – Рамина. Девочка при рождении весила всего 680 грамм. Это рекорд по Балхашу. Врачи готовили родителей к худшему. С экстремально низкой массой тела. Такие дети зачастую не выживают. Самое сложное – это были первые трое суток. Ждать. Это было самое сложное – первые трое суток ждать. Потому что мы сначала считали часы, потом сутки. Но несмотря на прогнозы, дюймовочка оказалась стойкой. Два месяца малышка находилась в кювезе. Благодаря врачам девочка достигла нормы веса и роста обычных малышей. Когда весы показали больше 2 килограмм, пациентку выписали домой. Сейчас ей 7 месяцев. Ролан Малькова сказала, что такие маленькие дети. Дети все чувствуют всегда. Поэтому если вы будете переживать, ребенок все это будет чувствовать. Поэтому пришлось взять себя в руки. Идти с такой уверенностью, что все будет хорошо. Вот так мы с этой уверенностью вместе с Ролан Мальковной шли до конца, пока нас не выписали. С начала года в Балхаше родились больше 700 малышей. 25 из них недоношенные. Современная палата интенсивной терапии и врачи с высокой квалификацией помогли им выжить. Сегодня во всем мире отмечают День друзей. Неизвестно кто и когда учредил этот неофициальный и в то же время популярный праздник. Этот день хороший повод, чтобы позвонить или написать старым приятелям. Поделиться новостями и приятными воспоминаниями. Балхашцы тоже не остались в стороне и передали приветы и пожелания своим друзьям. Привет всем друзьям, школьным особенно, по училищу, по работе. Всем здоровья, короче. Благо в семье. Хочу пожелать им такого же светлого дня на все лето, чтобы было у всех все хорошо. Чтобы их любили, уважали. В общем, всего всем хорошего. Григорий Гуртовенко и Алексей Булгару. Поздравляю вас с наступлением лета. Наконец-то у нас пришло лето в Балхаш. Всем привет. Хочу поздравить свою подружку Саулешку. Она у меня живет в Астане, в нашей столице. То есть Нур-Султан, извиняюсь, конечно, все время у меня Астана. И хочу пожелать ей здоровья, счастья, успехов. Огромный привет. Ладу, там, подоляку, всем тренер, Леша, зала. Всем-всем друзьям, как и с товарищем. Таких друзей, чтобы сказать, у меня-то нету. Одна подруга есть у меня, Света Косыбаева. Вот такие все. И всем остальным привет. Передаю своему другу Константину большой привет. А также всем, кто меня знает, передаю тоже пламенный привет. Всем здоровья и счастья. Просто, наверное, всех поздравить с таким замечательным днем. В наше время, наверное, все-таки друзей очень мало. Надо беречь своих, кто есть. Хочу передать привет маме, своим друзьям, всем. Я работала долгое время в железнодорожном цехе, ныне, как-то он по-другому называется. Передаю привет своим коллегам-сослуживцам. Счастья им и здоровья. Жительница 11-го дома улицы Букиханова Алима Сиркпай обратилась в нашу редакцию с жалобой на сломанные качели на аллее. По словам девушки, прошло уже две недели, но качели до сих пор никто не починил. Бұл бізде Букиханов кушет бойында Алия. Мы науын аткеншектердің сынап қылап жатқанына якоптады насты. Осы бойынша неге аткеншектерді қайта жөндемейді. Нежде балларға өте қалыпты. Осы байланысты мәселені шешелеріністі өтмеміз. Нежде балларға қалыпты.